здравствуйте друзья очередной вопрос на канале я его зачитывают вот зачитываю здравствуйте михаил папа смотрит ваш канал на ютюбе папе привет очень интересует вы да и другие люди покинувшие россию но живущие в америке мы не покинули чем переехали с места на место вот мы покинули россию существенно позже того как она покинула нас поэтому так как такой негатив в этом есть мы так сами по себе мы но живущие в америке за кого вы болеете в плане спортивных соревнований вчера например на чемпионате мира по хоккею россия играла с сша за кого вы болели интересный вопрос на самом деле а также на олимпиаде когда мы только приехали ну там четверть века назад я помоложе был и я не был большим болельщиком живя в сср честно я вам больше скажу среди людей более менее образованных там и как-то так соображающих я не видел таких прямо горячих болельщиков никогда но мы болели за страну конечно вот когда за сборную там да вот я помню тогда еще как бы достаточно уже взрослый был парень когда вот эта серия матчей по хоккейных там с канадскими профессионалами да вы чего там вообще вся страна на ушах стояла ну конечно там на олимпиадах там ну всюду где положено тут еще дело в том что в ссср так же как и в современной россии кстати власть проводила абсолютно четкую параллель это это было предметом пропаганды что наша страна хорошая наша страна на правильном пути наш образ жизни правильный наша диктатура лучше чем их вонючая демократия и для этого показывали вот достижения в спорте они как бы вот через это показывали сейчас я когда смотрю вот там человек там я не знаю девочка там фигурист когда я радуюсь за девочку мне даже без разницы из какой на страны если девочка выдающий совершенно и глаз не оторвать какая разница из какой страны девочка но в то время вот из этого делали такой большой политический смысл это были не только ссср гдр очень большие успехи там они в спорте делали потому что государство выделяло много средств на это и как бы для многих людей не было же возможности вообще никакой продвинуться в жизни ну никак кроме кроме как вот допустим там я не знаю что-то очень сильно в науке там состоят или там вот шахматы играть то больше по заграницам по турнирам ездить но если будет такого уровня красмейстерского или вот допустим спорте если ты вот ней не этим местом а там как-то физически талантлив одарила там у тебя есть волевые качества душевные чтобы этим заниматься на таком уровне и так далее даже не только физическая одаренность это еще более какая и вот очень много людей шли в это потому что других возможностей не было сейчас вы можете бизнесом заниматься сейчас вы можете поехать за границу не потому что вас утвердили там в кгб а просто потому что он купил путевку и поехал или без путевки сел за руль и поехал нельзя было сесть за руль и поехать вот поэтому что там говорить значит мы болели за страну чё же когда приехали в сша я помню у нас там много тут тусовались вот новые мигранты и так далее это же там всегда играли где-то в хоккей там играли сша там и советский союз или там допустим баскетбол всегда обе страны были очень хорошо стояли вот в баскетболе есть менее популярные виды спорта где там тоже шло противоборство скажем там я не знаю водное поло какое-то но это как бы спорт такой мало кто смотрит хотя очень зрелище я это очень люблю но я помню такие разговоры там а кто играл наши с нашими америка с сша то есть как бы вроде эти наши эти наши и все вроде наши потом время время идет и ты как-то даже если не происходит ничего такого политически неприличного как происходит но даже если это не происходит и все равно потихонечку ты как ты становишься отдаляешься от чего-то там в прошлом и приближаешься к тому что вокруг тебя но то это более актуальным и так далее но у меня у меня лично если вот вы так у меня это не имеет никакого политического характера я я вообще не болельщик то есть я и раньше не особо смотрел там чего-то ну вот разве что на уровне сборной а сейчас так и совсем то есть я я не смотрю хоккей не смотрю футбол ничего вообще ничего такого не смотрю если только от олимпиады но олимпиады это зрелищно это красиво тут олимпиады я могу посмотреть я последнюю олимпиаду в сочи смотрел как бы одновременно по американскому и по российскому телевидению у нас есть доступ через интернет там где-то 90 каналов русскоязычном и россии и украины израиль и канады бог знает там много очень много русскоязычных каналов со всего мира это не собраны в пакет и можно посмотреть но так чтобы я там скажем болел за какую-то сборную ну наверное если будут две наверное мне американская сейчас ближе при том что мне без разницы по большому счету мне без разницы я когда вижу что люди здорово что-то делают я просто болею за них уж откуда бы они там не были там у меня нет политического элемента в болении я я просто на уровне живого человека это то изменение которое меня в мозгу произошло вот за эти 25 лет чтобы здесь живем то есть я абсолютно как бы американский патриотичен но я не не буду болеть как скажем за за флаг если скажем под другим флагом человек лучше это делает я я не буду я это я считаю что это неприлично это просто неприлично у меня саша внучка играет в теннис такая большая теннисистка но смысле много времени этому уделяет неплохо играть и тут вот у них недавно соревнования были вот такие внутри клуба где они играют и ну там восьмилетние дети там мальчики девочки все это замешано они там и значит там когда такие турниры идут значит то что на твоей стороне упала ты считаешь ты судишь то есть вот ты говоришь она попала не попала на площадку там или что-то и вот она недавно там играла с мальчиком не будем говорить из какой страны родители мальчика но вот он откуда-то смугленький такой в общем и мальчик здоров был считать вот то что попадала там день пограничном он говорил что она загранична хотя это видно было но вот просто вот но уже уже я не знаю кем надо было быть понимаете чтобы сказать поэтому нельзя 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 опускаться до неприличного понимаете нельзя сказать что вот вот это дерьмо лучше вот вот той шоколадки потому что дерьмо наша шоколадка иностранная это неприлично вот я сейчас так считаю поэтому как бы политики не хотели людей зомбировать превращать скот чтобы они любовь к стране переносили на них лично ради гордость истории страны переносили на них лично знаете скорбь и память павших переносили на них лично и тогда они очень хотят они все для этого делают но ну неприлично понимаете неприлично у тебя идти на поводу вот этого всего поэтому возвращаясь к теме боления значит я хочу сказать что есть люди которые больше болеют если которые меньше болеют есть люди я не знаю я практически всех кого знаю людей они если они там как-то болеют они в общем-то болеют за свою страну в целом да вот вот что они считают своей страной там что-то это их личное дело я я не вмешиваюсь как говорила моя бабушка какое мое собачье дело вот вот то что считает никто никому ничем не обязан запомните это вы видимо еще молодой человек и раз папа ваш смотрит никто никому ничем не обязан никто никому не обязан испытывать благодарность никто никому не обязан там я не знаю любить то или любить это человек любит что-то потому что он решил что он это любит это его решение вы не можете ему сказать что любить как какие шоколадные конфеты или или допустим там из из сои или я не знаю там веганская у него диета или там просто вегетарианская или он мясо ест и больше ничего не есть кроме мяса в одной руке ветчина в другой руке там курица это не наше собачье дело вот вот собственно и все поэтому живите свою жизнь так и болейте за кого хотите и вы ни перед кем не отчетны абсолютно и так вот я я сказал то есть и вам никто не обязан существенный момент и вам тоже никто не обязан даже вот я не знаю но когда доходит до такой ситуации как вот человек деньги взял деньги не отдал но очень многие говорят ну дай деньги в долг ровно в той мере в какой ты согласен с тем что тебе их могут не вернуть ваши деньги могут не вернуть значит когда вы их даете в долг вы в принципе соглашаетесь с тем что не то что он не обязан есть конечно договорные отношения есть контракты вы не выполнение контракта может там скажем привести к разрешению этого конфликта в суде этом и так далее я не говорю об этом я я говорю об отношениях между людьми то есть одно дело вы одолжили деньги в банке там у вас контракт или там финансовом учреждения другое дело это мы взяли я не знаю родственника или у близкого друга и вы не заключали контракт и вы как бы вот понимаете даже в этом смысле но но вот может быть так не очень не очень многие со мной согласятся но даже в этом смысле никто никому ничем не обязан вы не обязаны давать ему деньги пойти он вам друг но вы не обязаны давать ему деньги многие говорят хочешь потерять друга дай ему деньги взаймы вы не обязаны вот я он не обязан вам их возвращать то есть конечно по закону обязан конечно по нравственным каким-то нормам в том обществе в котором большинство из нас живет не вернуть деньги неприлично книгу не вернуть неприлично называл заиграть книгу да взял книжку и не отдал год он я не украл или заиграл или зачитал как то вот неприлично но вы вы когда дали ему книгу вы понимали что мама могут книгу не вернуть но если вы взрослый человек и как бы сознательный то вы понимаете это бывает вот в той мере в какой вы берете на себя этот риск в отношении вот этого человека вот так что я может быть я неправильно понял контекст вопроса там спортивного но поскольку это говорит вот там одна страна другая страна насколько этот человек родину свою забыл там и туда-сюда и я не знаю значит родина у человека есть настолько насколько он знает что у него есть родина и видит это и и у него есть отношения с этой родиной понимаете так получается поэтому я это так вижу и и родина ему ничем не обязан и он этой родине абсолютно ничем не обязан он не обязан ее любить и она не обязана его любить вот вот и все не ротшильдов не ротвеллеров не виксельбергов никакая родина любить не обязана не портновых не ивановых не сидоровых на которых россия держится под нового уберем иванова петрова сидоровые вот во времена суворова на них держалась россия а сейчас больше на виксельбергах наверное я даже не знаю что сказать в общем вообще практически ни за что не болею вот возвращаясь к вопросу а так конечно симпатизирую команде соединенных штатов а больше всего намного больше я симпатизирую людям которые трудятся которые достигают высоких результатов и которые не позволяют втягивать себя в грязные какие-то политические несимпатичные вещи вот и это это особо особенно ценится вот как кефир в стране советов это это особый случай счастливо